В августе стартовала группа Восток и фонбет первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ набрало максимальные обороты. В этом году оно привлекает повышенное внимание, ведь в лиге как никогда много звезд. Сергей Юран также эмоционален, как в годы игровой карьеры. Дмитрий Сычев максимально открыт для болельщиков. Арарат собирает на гостевых матчах тысячи зрителей. И московские футболисты их не подводят. Голы забивают и Марат Измайлов, и Игорь Лебеденко, и конечно Роман Павлюченко. Павлюченко сейчас лучший бомбардир группы «Центр», но для ПФЛ это скорее исключение, ведь основная цель лиги – подготовка молодых футболистов. Так что неудивительно, что в центре, в спину бывшего нападающему сборной России, дышит 22-летний Иван Сергеев из Строгино, а его ровесники – Илья Белоус из Краснодара-2, Давид Караев из Ростовского СКА и Артур Гелезиддинов из Анжи Юниора идут среди лидеров бомбардирских гонок на юге и в группе Урал при Волжье. Кстати, Гелезиддинов и Караев, забившие на двоих уже 9 мячей, родились и вовсе в один день – 10 марта 1995 года. Но не только звездные и молодые игроки подогревают интерес к ПФЛ. В Муроме первый матч собрал вечером буднего дня почти 2000 зрителей. Приехал на игру и знаменитый муромчанин, олимпийский чемпион по футболу Виктор Лосев, именем которого назван местный стадион. Свой известный болельщик есть и у новомосковского химика. Ролики в поддержку клуба регулярно, с энтузиазмом записывает резидент комеди-клаб Рован Юносов, более известный как один из сестер Зайцевых. Активно знакомит болельщиков со своей работой и с лигой в целом «Локомотив Казанка». К выездным матчам клуб готовит небольшие путеводители, а видеоблог команды позволяет быть на связи с игроками. Один из лидеров по посещаемости «Текстильщик» всегда придумывает для болельщиков что-то новое. К своему 80-летию клуб провел конкурс на знание истории ивановского футбола и художественную выставку «Футбол. Больше чем игра» с работами учащихся местного художественного училища. Ну и конечно, в ПФЛ всегда можно найти время для хорошей шутки. Например, в перерыве матча. Как в Новороссийске, где между таймами игры «Черноморец» и «Легион Динамо» на поле выпустили толпу ребятишек. Игра «Все на все» повеселила и участников, и зрителей. А можно поднять себе настроение на тренировке. Полузащитник «Сахалина» Александр Гоглоев порадовал партнеров по команде патриотичной прической. Выполненный не очень аккуратно, зато с душой. А главное, помогает. В первом же матче после смены имиджа Александр забил победный мяч на 88-й минуте. Еще один яркий эпизод сезона. Пока игроки и персонал клубов изо всех сил стараются порадовать своих болельщиков и нейтральных зрителей, руководство Лиги внимательно анализирует ход фонбет первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ и работает над дальнейшим развитием российского футбола. На очередном заседании Совета Лиги был принят бюджет ассоциации на новый сезон и подведены предварительные итоги заявочной кампании. Представители клубов еще раз отметили удобство системы дистанционной электронной заявки. Одной из ключевых тем заседания стало потенциальное изменение формата проведения ранних стадий Кубка России. Например, вариант с квалификационными мини-турнирами, победители которых попадут сразу в 1-32 финала, интересен возможностью расширить рамки сезона. Но, конечно, тема требует тщательной проработки как клубами, так и администрацией Лиги. Ее обсуждение обязательно будет продолжено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА